Уважаемые друзья, добрый вечер. Наша сегодняшняя лекция будет посвящена мультифокальной моторной невропатии с блоками проведения редкому аутоиммунному заболеванию с поражением периферических нервов и особенностям его диагностики и лечения. Впервые мультифокальная моторная невропатия с блоками проведения была описана Льюисом и Саммером в 1982 году. Это аутоиммунные заболевания периферической нервной системы, при котором в организме больного вырабатываются антитела к так называемым GM1-ганглиозидам. Это встречается в 70% случаев данного заболевания, а в 30% случаев антитела не обнаруживаются, но полагают, что вырабатываются антитела каким-то другим структурам моторных волокон периферических нервов, причем развиваются электрофсилогические феномены полных и частичных блоков проведения по этим пораженным нервам. Вот так на электромиографии стимуляционной выглядит полный и частичный блок проведения. Существуют критерии Чондри 1998 года, исходя из которых полный блок проведения диагностируется, когда амплитуда проксимального М-ответа более чем на 50% ниже амплитуды дистального М-ответа, а длительность проксимального ответа менее 115% длительности дистального М-ответа. То есть, иными словами, если мы в дистальной точке получаем нормальный М-ответ, то в проксимальной точке мы получаем какой-то маленький ответ. Это будет соответствовать полному блоку проведения. Есть критерии частичного блока проведения, когда амплитуда проксимального М-ответа так же, как и в случае полного блока, больше чем на 50% ниже амплитуды дистального ответа, но длительность проксимального ответа превышает 115% длительности дистального. И вот на втором рисунке вы тоже видите М-ответ нормальной величины в дистальной точке, а в проксимальной точке сниженный по амплитуде М-ответ, но растянутый по длительности. Это частичный блок проведения. Какие же клинические особенности мультифокальной моторной невропатии с блоками проведения? Возраст начала этого заболевания составляет от 20 до 60 лет. Начинается эта болезнь с руки. Далее она развивается по гемитипу, то есть рука-нога, либо она развивается по типу множественной мононейропатии, то есть, допустим, правая рука, левая нога. Важно отметить, что порезы преобладают над аммиотрофиями. Вообще, это особенность демилинизирующих поляноэропатий, что выраженность парализации превышает выраженность аммиотрофий. Как таковых аммиотрофий может и не быть. Если только больной болеет несколько лет, то мы можем видеть обычно в дистальных отделах рук или ног аммиотрофии. Обычно это видно в области анатомической табакерки или при пальпации коротких разгибателей больших пальцев стоп. Мы можем определить их гипотрофию. Особенностью этой поляноэропатии является то, что у больных часто возникает фасцикуляция. И мы не видим у этих пациентов чувствительных нарушений, бульбарных нарушений, тазовых нарушений и дыхательных нарушений. То есть при проверке чувствительности больные нам не будут указывать ни на какие изменения. У этих больных не развивается нарушение речи и глотания. Как правило, нет нарушений мочи и спускания стула, потому что как таковой атрофии мышц тазового дна не происходит. И дыхательные нарушения тоже отсутствуют. То есть если мы делаем спирографию таким больным, то мы не видим изменений. Дифференциальная диагностика этого заболевания прежде всего проводится с боковым амиотрофическим склерозом. Как мы уже говорили. Почему? Потому что асимметричное начало с руки, шейный дебют бокового амиотрофического склероза, например, мы можем перепутать с мультифокальной моторной невропатией. Что здесь следует отметить? Что обычно при боковом амиотрофическом склерозе мы видим поражение центрального мотонейрона, оживление рефлексов, повышение мышечного тонуса, патологические пирамидные знаки. При моторной мультифокальной невропатии этих симптомов не будет. Хотя, конечно, возможны сегментарно-ядерные варианты бокового амиотрофического склероза, при которых не будет пирамидной симптоматики. И вот здесь надо, конечно, будет более внимательно отнестись к дифференциальной диагностике. Но нам помогает признак преобладания парезов над амиотрофиями. При боковом амиотрофическом склерозе ситуация обратная. Обычно сначала возникает амиотрофия, а потом уже возникает парез. Также следует дифференцировать мультифокальную моторную невропатию со свинцовой полинейропатией. Тоже свинцовая полинейропатия начинается с рук. Но здесь нам помогут тесты лабораторные, которые могут выявить повышение концентрации свинца в крови, в моче, анамнез заболевания, что больные могут иметь контакт со свинцом, профессиональный или бытовой. Другие признаки свинцовой полинейропатии, отложение свинца, например, на деснах. При урымической полинейропатии, конечно, на первый план у больных выходят симптомы почечной недостаточности. Поэтому здесь достаточно легко отличить ее от мультифокальной моторной. Но тоже урымическая полинейропатия начинается с рук. Дифтерийная полинейропатия также начинается с рук, но она, соответственно, начинается у больных после, так сказать, эпизода дифтерии. Есть такое понятие синдром 50-го дня, когда после перенесенной дифтерии у больных начинается миокардит и полинейропатия. Если говорить о порфирийной полинейропатии и дифференциальной диагностике с этой формой, то здесь, конечно, нужно обращать внимание на специфические детали анамнеза. Больные с порфирийной полинейропатии могут плохо переносить барбитураты, наркоз. У них могут развиваться психотические нарушения после наркоза или приема барбитуратов. Анамнез порфирийной полинейропатии также включает в себя эпизоды болей в животе, эпизоды повышенной светочувствительности кожи. И надо сказать, что порфирийная полинейропатия обычно сопровождается все-таки проксимальными порезами, то есть это порезы в плече, в бедре, а в случае мультифокальной моторной невропатии все-таки в большей степени страдают длинные нервы конечностей, начинается все с верхней конечности, как я уже говорил. И это сопровождается все-таки больше дистальными порезами и впоследствии амиотрофиями. Ну, также следует дифференцировать мультифокальную моторную полинейропатию с другими демилинизирующими полинейропатиями. Как мы знаем, этиологические причины полинейропатии часто определить достаточно сложно. Если мы их определить не можем, то в 40% случаев мы можем подозревать демилинизирующую полинейропатию первого типа болезни Шарко-Мари-Тута. Ну, здесь следует сказать, что есть характерные электрофизиологические признаки. Блоки проведения при болезни Шарко-Мари-Тута, как правило, не являются полными. Они обычно частичные. Они обычно частичные. Отмечается значительное снижение скорости проведения по периферическому нерву, тогда как при мультифокальной моторной невропатии скорость проведения по периферическому нерву снижается незначительно и может быть нормальной. Также следует обратить внимание на такие клинические особенности, как молоточкообразная деформация пальцев, стоп, полая стопа. Но надо сказать, что эти признаки могут встречаться как при демилизирующих полинейропатиях наследственных, так и при мультифокальной моторной невропатии с достаточно длительным стажем заболевания, с достаточно большой давностью заболевания. Как же лечится мультифокальная моторная невропатия? Почему очень важно дифференцировать ее с боковым миотрофическим склерозом? Потому что болезнь является потенциально излечимой. Но надо сказать, что во многих случаях, конечно, лечение является длительным, лечение является длительным, многолетним, дорогостоящим достаточно. И даже если мы можем достигнуть какой-то компенсации нарушения двигательных функций, не надо забывать, что болезнь не уходит. И нужно периодически проводить какие-то поддерживающие курсы терапии. И должна быть постоянная поддерживающая терапия. Что это за терапия? На первый план здесь выходят препараты иммуноглобулина. Коммерческие названия иммуноглобулина – это октагам, всем известный, хомоглобин, сандоглобин, гаптоглобин и так далее. Здесь особенность в том, что, к сожалению, для эффективного контроля над мультифокальной моторной невропатией нужны достаточно высокие дозы данных препаратов. 2 грамма на килограмм массы тела в сутки в течение 5 дней, 1 раз в 4-6 месяцев. Препарат является безопасным. Конечно, при введении иммуноглобулина нужно делать примедикацию внутривенным дексазоном, чтобы не было аллергических реакций. Надо давать малые дозы варфарина обязательно, чтобы не было тромбозов. И проводить эластичное бинтование нижних конечностей. Они должны быть приподняты в положении у больного, который проходит терапию октагамом. И если мы устраним потенциальные риски побочных эффектов, то можно сказать, что лечение иммуноглобулином достаточно безопасно. Существенный минус в том, что это достаточно дорогое удовольствие. Курс лечения, исходя из современных цен на препараты иммуноглобулина, стоит около 1,5 млн. рублей. Такой вот курс пятидневный. И вторая терапевтическая опция – это препарат циклофосфамид или коммерческое название эндоксан. Здесь проводится пульс терапия в дозе 3 г на метр квадратный тела в сутки в течение пяти дней через день. Это проводится раз в 4-6 месяцев. И вот после пульс терапии циклофосфамидом больным назначают таблетированную форму препарата, где-то 2-3 мг на килограмм массы тела в сутки. Надо сказать, что в отличие от терапии, октагамом лечение циклофосфамидом стоит недорого. Пульс терапия стоит где-то 5 тысяч рублей, плюс стоимость дневного стационара. А таблетированная форма, если мы говорим о дозе, например, 125 мг циклофосфамида в сутки, это где-то 3 тысячи рублей в месяц у больного уходит на это. Но надо сказать, что циклофосфамид – это цитостатик, который может приводить к развитию побочных эффектов. Что это за побочные эффекты? Во многих случаях это, к сожалению, выпадение волос, это лекарственный гепатит, это геморрагический цистит, это нейтропения, это снижение общего иммунитета с развитием оппортунистических инфекций. К сожалению, несмотря на то, что препарат стоит недорого, лечение им чревато вот такими побочными эффектами, которые тоже нужно уметь контролировать. Тоже нужно уметь контролировать. Чуть попозже мы скажем, как это делать. Приведу клинический пример мультифокальной моторной невропатии с блоками проведения. К нам обратилась больная Ка, 40 лет. Больная страдает в течение трех лет слабостью в ногах, которая постепенно прогрессирует, слабостью в руках. Она, безусловно, обследовалась в медицинских учреждениях, там по месту жительства, она из Ленинградской области. Это были некие учреждения в Санкт-Петербурге, какое-то учреждение было в Москве. Но, к сожалению, больной выставлялись диагнозы дистальной спинальной амиотрофии, которая генетически, кстати, не подтвердилась, естественно. И, к сожалению, выставлялся диагноз конверсионного расстройства. То есть больную подозревали в том, что она агравирует порезы и является психически ненормальной. Почему так происходило? Исходя из медицинских документов больной и обследований электромиографических, длительно у нее не выявлялись блоки проведения. Но, по-видимому, по-видимому, они локализовались на уровне корешков. То есть на дистальном и проксимальном отделе нерва не регистрировались они в блоке проведения. Что касается корешков, то регистрировалось полное выпадение F-ответов. Такое тоже бывает. Корешки могут поражаться. Тоже не только нерв по длиннику может поражаться. Нужно иметь в виду возможность того, что эти блоки локализуются на уровне корешков. К нам больная попала уже в тот период, когда блоки мигрировали с этого уровня. Что рассказывала больная? Как у нее развивалось заболевание? За три года периодически у нее то повисало, то отходила правая стопа. И затем постепенно развилась нижняя вялая параплегия с арефлексией. Отсутствие возможности ходьбы, отсутствие рефлексов с нижних конечностей. К нам больная приехала в коляске. В подвздошно-поясничных мышцах парез составил где-то 3 балла. И мы наблюдали парез в бицепсах и трицепсах, где-то до 3-4 баллах. И в сгибателях и разгибателях кистей. До 2,5-4,5 баллов с низкими рефлексами. Чувствительных нарушений не было. Мы сразу же проверили больную на антитилак GM1 ганглиозидом. Но, к сожалению, больная попала в те 30% больных, у которых это не выявляется. И имела место уже молоточкообразная деформация большого пальца стопы с гипотрофией свода стопы. И вот мы делаем больной электромиографию и видим на картиночке полный блок проведения по левому локтевому нерву. На ногах у больной задние большеберцовые нервы невозбудимые. По малоберцовым нервам выявляется аксонопатия со снижением скоростей без блоков проведения. Возможно, блоки локализуются на уровне корешков. Чувствительные икроножные нервы сохранны. На ногах классической картины заболевания нет, а на руках мы видим по левому локтевому нерву классическую картину блока проведения. Дистальный нормальный М-ответ, и затем идёт угасание М-ответа и его исчезновение уже на уровне плеча. Делаем игольчатую миографию пациентки в проекции блока проведения. На игольчатой миографии мы выявляем умеренную, спонтанную активность в виде фибрилляции, фосккуляции, положительных острых волн. И вот в первой, это на левом рисунке, а на правом рисунке, в первой точке вкола, мы выявляем картину, одну из типичных картин блока проведения, когда выявляются редкие, так называемые, псевдонаэрональные потенциалы двигательных единиц, то есть крупные потенциалы, редкие крупные единицы, и они окружены такими начальными невральными карликовыми двигательными единицами, а также демилинизирующими потенциалами, то есть низкоамплитудными потенциалами, но с большой длительностью полифазии. Паттерн рекрутирования местами урежен, местами насыщен. Во второй точке вкола, слева рисуночек, выявляются крупные демилинизирующие потенциалы двигательных единиц, как я уже говорил, тут имеется низкая или нормальная амплитуда, но высокая длительность потенциалов и большое количество фаз. Также эти потенциалы окружены начальными невральными карликовыми ПДЕ, и урежен паттерн рекрутирования. В третьей точке вкола мы тоже видим урежение паттерна рекрутирования, но в основном выявляются крупные псевдонайрональные ПДЕ. Крупные псевдонайрональные ПДЕ. Я не случайно употребляю термин псевдонайрональные, потому что нейрофизиологи, которые не являются неврологами, часто пишут, не зная больного неврологически, слово нейрональные. Это вносит путаницу, приводит к тому, что у больных подозревают БАС, спинальную амиотрофию. Желательно, чтобы электромиография у таких больных она происходила в контексте клинической картины заболевания. Поэтому термин нейрональные, насколько мы можем так судить, он должен быть заменен термином псевдонайрональные ПДЕ. И вот в четвертой точке вкола у нас выявляются множественные начальные невральные карликовые ПДЕ и единичные псевдонайрональные ПДЕ, но паттерн рекрутирования достаточно насыщен. То есть вы видите, у данной больной какой полиморфизм электромиографической картины при игольчатой миографии мы видим. Это свежий блок проведения. Вот мы исследовали, это свежий блок проведения, а бывают длительно существующие старые блоки проведения, для которого для старых блоков проведения характерно урежение паттерна рекрутирования, выявляются единичные начальные невральные ПДЕ и единичные псевдонайрональные крупные ПДЕ. То есть в старых блоках проведения сигнал на игольчатый электром проводится достаточно плохо, и мы выявляем вот эти вот начальные невральные и псевдонайрональные ПДЕ в небольшом количестве с резким урежением паттерна рекрутирования. Значит, что происходит с больной после пульс терапии цикла фосфомидом? Мы делаем 10 дней вот эту пульс терапию через день и видим, что полный блок проведения по левому локтевому нерву исчезает. Вот слева, уже показывал эту картинку, блок присутствует, а справа всё, он исчез, этот блок проведения, исчезает блок. Значит, у больной регрессируют парезы на фоне пульс терапии цикла фосфомидом. Значит, уходят парезы в бицепсах, трицепсах, они сокращаются до 4 баллах, где-то они вообще регрессируют. В передней группе мышц бедра парез становится 4 балла, 4 балла в разгибателях стоп справа, то есть больная, которая ранее была с нижней вялой параплегией в коляске, теперь ходит без поддержки и принимает таблетированную дозу цикла фосфомида 125 мг в сутки. Что ещё на электромиографии мы видим? Задние большеберцовые нервы у больной становятся возбудимыми, но с полным и частичными блоками проведения. Малоберцовые нервы стали нормальными, ушла аксонопатия, нервы верхних конечностей стали нормальными, блоки проведения исчезли. На фоне терапии циклофосфомидом очень важно осуществлять профилактику побочных эффектов. Профилактика геморрагического цистита является назначением этомзилата внутримышечно и внутрь. Для профилактики осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта принято назначать альмогель, амепрозол. Конечно, нужно отслеживать изменения в общем анализе крови. В общем анализе крови и больным, у которых возникает нейтропения, лимфопения, обычно назначают препараты иммуномодулирующего действия. Например, деренат есть такой препарат. Внутримышечно назначают для того, чтобы не снижался иммунитет и не было риска каких-то инфекций, простудных заболеваний, оппортунистических инфекций. Что касается выпадения волос, достаточно хорошо себя ведет Глискур лореаль, такой шампунь. Если мыть волосы этим шампунем два раза в день, нами на клиническом опыте многолетним отмечено, что выпадение волос несколько становится меньше. Что же дальше происходит с этой больной? Дальше понятно, что больная получает дозу 125 мг цикла фосфомида в сутки, но мы, конечно, хотим снизить эту дозу. В общем, как-то может быть до какой-то поддерживающей, уйти на какую-то поддерживающую дозу. Но больная болеет достаточно давно, 3 года, она не получала специфического лечения 3 года, поэтому, конечно, мы не можем сразу переходить на какую-то поддерживающую дозу, но попробовали постепенное снижение. Через 3 месяца снизили дозу до 80 мг. Опять стала повисать правая стопа, немножко ухудшилась ходьба, немножко усилилась слабость в руках, то есть заболевание, к сожалению, на фоне снижения дозы обострилось. Вновь появился цетропорез, 3-4 балла с преобладанием справа. Но больная при этом сохраняет способность самостоятельно передвигаться, она вышла на работу больная, стала ходить на работу. На электромиографии опять сохраняются блоки проведения, это старые блоки по задним большеберцовым нервам, и появились блоки по левому локтевому нерву на уровне точки эрба, то есть максимально, и по правому срединному нерву на уровне плеча. Поэтому мы, конечно, обратно увеличили дозу циклофосфамида до 125 мг в сутки. Пусть больная принимает такую дозу полгода, значит, уже пришло время повторить пульс-терапию циклофосфамидом, и, наверное, нужно прокапать октагам. Тоже эти препараты невзаимоисключающие, ими можно лечить мультифокальную моторную невропатию с блоками проведения параллельно. Значит, назначили октагам 2 г на 1 кг в сутки, 5 дней. Значит, хочу напомнить, что я представляю клинику Real Health. Телефон нашей клиники указан на слайде. Какая помощь больным мультифокальной моторной невропатии может быть оказана в рамках нашей клиники? Это неврологический осмотр опытным неврологам. Мной я имею очень большой опыт работы с такими больными. Значит, мы выполняем все необходимые в данном случае лабораторные анализы. Это и определение антител к GM1 ганглиозидам, это и определение уровня креатинфосфокиназы. Значит, мы выполняем игольчатую стимуляционную электромиографию. И в нашей клинике возможно лечение в дневном стационаре препаратами иммуноглобулинов, октагамом и цитостатиками циклофосфамидом. Естественно, мы предоставляем динамическое наблюдение. Больная, например, который я привел, она уже полгода у нас наблюдается. И, в общем, ведение ее мы считаем достаточно успешным. Будем надеяться, что болезнь будет компенсирована. Двигательный дефект практически скомпенсировался, но и болезнь будет компенсирована. И будет на этой терапии течь с какими-то минимальными симптомами. Хочу поблагодарить вас за внимание. И теперь я готов ответить на вопросы. Итак, в нашу студию поступило два вопроса. Первый вопрос. Наблюдали ли мы дебют заболевания у подростков 16-17 лет? Нет, не наблюдали. Не наблюдали. И второй вопрос. Пожалуйста, назовите основные дифференциальные критерии с хронической воспалительно-демилизирующей полной аэропатией. Очень хороший вопрос. Леонид, спасибо. Действительно, это очень важный вопрос. Давайте я расскажу про клинические отличия и про электромиографические отличия. Что касается клинических отличий. Основным клиническим отличием ХВДП от мультифокальной моторной невропатии является наличие довольно выраженных чувствительных нарушений. У больных в ХВДП наблюдаются нарушения чувствительности. Это могут быть чувствительные выпадения. Это могут быть нарушения глубокой чувствительности с развитием сенситивной атаксии. Еще какие клинические отличия. ХВДП начинается с ног. Мультифокальная моторная невропатия, как правило, начинается с рук, но бывают исключения. Она может начинаться и с ног. Если говорить о выраженности амиотрофии, то здесь, пожалуй, каких-то отличий нет. Как и при ХВДП, так и при мультифокальной моторной невропатии с блоками проведения порезы преобладают над амиотрофиями. Амиотрофии возникают позже, поздно от бездействия. Потому что это оба демилинизирующие польные аэропатии. Теперь электрофизиологические отличия. Когда мы делаем электромиографию при хронической воспалительной гемилизирующей польной аэропатии, мы всегда видим резкое снижение скорости проведения по моторным волокнам. Это, как правило, скорость ниже 27 метров в секунду на ногах. Мы видим растянутые низкоамплитудные М-ответы, полифазные. И мы видим увеличение дистальной и резидуальной латентности, достаточно значимое. При мультифокальной моторной невропатии дистальная и резидуальная латентности могут быть нормальными. Или чуть-чуть повышенными. Как правило, они нормальны. И как таковых блоков проведения при хронической воспалительной гемилизирующей польной аэропатии мы можем и не увидеть. То есть они могут быть, эти блоки. Могут быть, но обычно классическая картина это резкое снижение скоростей, резкое увеличение латентности и низкоамплитудные растянутые полифазные М-ответы. И мы видим выпадение чувствительных потенциалов, потому что есть чувствительные нарушения. И на электромиографии чувствительные нервы, если мы простимулируем, мы не получим потенциалов при хронической воспалительной гемилизирующей польной аэропатии. А как вы видели из примера, при мультифокальной моторной невропатии чувствительные потенциалы сохранны. Сергей спрашивает, какова распространенность заболевания. Вы знаете, не могу ответить на этот вопрос, потому что, возможно, есть какие-то зарубежные данные об распространенности. Но в нашей стране таких данных нет. Болезнь диагностируется достаточно плохо. Либо она вообще не диагностируется, либо ставится диагноз бокового амиотрофического склероза. Судя по обращаемости, болезнь встречается несколько чаще, чем боковой амиотрофический склероз. Ну, наверное, может быть, теоретически, если предположить, где-то 2-3 случая на 100 тысяч населения. Так, что можно сказать о прогнозе? Хороший вопрос Сергей задал о прогнозе. Вот недавно задавались таким вопросом вообще, описаны ли случаи излечения от ХВДП. Якобы описаны такие случаи. Что касается случаев излечения от мультифокальной моторной невропатии, вот я таких случаев не знаю. К сожалению, это заболевание, которое будет существовать у больного пожизненно. И больной будет пожизненно зависим от терапии октагамом или циклофосфамидом. Да, безусловно, у нас Ирина задает вопрос, у нас лечатся больные с БАС. Я являюсь международным эмиссаром по правам больных БАС, занимаюсь проблемой БАС уже 20 лет, скоро будет. Так что в нашей клинике очень много больных с БАС, но много и больных, которые требуют дифференциальной диагностики с боковым миотрофическим склерозом. В частности, это больные с мультифокальной моторной невропатией. Что можно еще сказать о прогнозе больных с мультифокальной моторной невропатией? То, что, конечно, в отличие от БАС, это заболевание не укорачивает жизнь, но оно сопровождается существенной инвалидизацией. Да, существенной инвалидизацией, если его вовремя не начать лечить, конечно, у больного разовьется тяжелый двигательный дефект, который в части случаев может быть необратимым. Евгения задает вопрос, может ли быть заинтересована мимическая и бульбарная мускулатура? Нет, я уже говорил, что при мультифокальной моторной невропатии не поражаются. Корниальная мускулатура, бульбарная мускулатура, нарушений речи, глотания, мимики не происходят. Это является одним из основных дифференциально-диагностических отличий от бокового аммиотрофического склероза. Ирина задает вопрос, связаны ли заболевания с онкологической патологией. Нет, это заболевание не связано с онкологической патологией. Это аутоиммунное заболевание. Это заболевание связано с нарушением регуляции иммунитета. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за заданные вопросы. Сегодня очень хорошие вопросы. Аудитория интересуется. Благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до следующей лекции. До свидания.